Микс Ньюс Добрый день, программа «Разворот» в прямом эфире. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Гость сегодняшнего «Разворота» – начальник управления дорожной инфраструктурой Департамента сообщения Рижской думы Эдмунд Валпеверс. Здравствуйте. Здравствуйте. Обо всем, что касается инфраструктуры Риги, мы поговорим. В первую очередь начнем с Деглотского моста. Это самая актуальная тема, касающаяся инфраструктуры последние недели. Можно сказать, что стрястики кипят вокруг этого моста. Последнее, о чем мы услышали, это сообщение Госбюро по контролю за строительством. Стройнадзор высказал свое мнение относительно этого моста, сказав, что его эксплуатировать все-таки не стоит. Хотя до этого специалисты по просьбе или по заказу Рижской думы провели проверку и сказали, что все-таки мост безопасен. Были введены ограничения, но незначительные. Транспортные средства свыше, точнее, наоборот, меньше, чем 30 тонн могут передвигаться по мосту, в том числе общественный транспорт. Вот что касается сообщения Государственного бюро. Насколько оно, как вы вообще можете его прокомментировать? По сути, ситуация не изменилась, можно сказать, с начала недели. У нас есть, как я уже сказал, сертифицированного специалиста отчет на счет того, что с этим ограничением 30 тонн на мост можно эксплуатировать. Никаких других расчетов или отчетов каких-то специалистов на счет того, что там все-таки опасно и поэтому там нельзя эксплуатироваться у нас нет. Все, что мы слышим в СМИ, это просто предположение на счет того, что там можно или не можно. На данный момент только у нас есть расчет на счет того, что там небезопасно. Если у нас будет бюро или кто-нибудь другой предоставит какой-то другой отчет на счет того, что мы не можем эксплуатировать, это расчеты или какие-то другие информации, тогда мы просто будем принимать решение. Но на данный момент ситуация такая. То есть, вы хотите сказать, правильно ли я понимаю, что пока Госбюро по контролю за строительством все это заявило на уровне устном только? Никаких конкретных цифр или расчетов? Нет, у нас от них есть письмо насчет того, чтобы мы рассмотрели вопрос насчет того, чтобы закрыть движение через мост. Но конкретные какие-нибудь расчеты, каких-то сертифицированных специалистов у нас нет. Или экспертиза, или что-нибудь другое. Публично было сказано, что строительный инспектор бюро выявил повреждение несущих конструкций моста. Да, но мы как раз уже, наверное, или уже переслали письмо, или сегодня сделаем это, чтобы, ну, как бы обратимся к ним, чтобы они, как бы, уточнили насчет чего точно, какие расчеты, которые мы уже предоставили, там еще не хватает. И, ну, чтобы тогда можно было бы говорить о каких-то конкретных, ну, там, расчетах или конструкциях и так далее. Потому что на данный момент мы просто вот говорим, ну, вот я вот думаю, что вот там что-то не так. Может быть, но нам надо тогда понять, что конкретно не нравится. Тогда мы будем говорить с нашим экспертом, который сделает все расчеты, которые необходимы, и тогда будем смотреть дальше. А это сейчас происходит уже? Ну, вот учитывая это громкое заявление Государственного бюро прозвучало, ну, буквально вот пару дней назад, сейчас что происходит? Вот как вы действуете? То есть вы сегодня, вы сказали, намерены отправить им ответ? Нет, ну, это, в принципе, как уже сказал, у нас есть расчеты, что там безопасность, с этим ограничение 30 тонн. Но при этом вот у Госбюро есть как будто бы другие расчеты, которые намного более... Ну, никаких расчетов до сих пор я как бы не видел никаких у них расчетов. Я только видел письмо, где они как бы просят нас все-таки рассмотреть вопрос о закрытии дорожного движения, потому что там какие-то вот расчеты не хватает. И мы, в принципе, вот сегодня отправим письмо, чтобы они учили, какие конкретные вот расчеты еще необходимо сделать, чтобы, ну, как бы удостовериться насчет того, что там все в порядке. Ну, здесь попросту говоря, вот с вашей точки зрения, по вашим словам, у жителей и у тех, кто использует этот мост, нет причин для, там, беспокойства или паники о том, что Госбюро вот заявило, выступило с таким заявлением, что эксплуатировать мост просто не стоит. Ну, как уже говорил, у нас на данный момент есть отчет. Вы полагаете на него? Сертифицированный специалист, не мы это делаем, потому что, ну, это не наша, как бы, как бы специфика, но мы, у нас есть специалист сертифицированный, который сделал расчеты. И он сказал, что с ограничением 30 тонн эксплуатировать мост можно. Другой, как бы, информации из другого эксперта или какого-то другого, как бы, сертифицированного инженера у нас нет на данный момент. Все это началось 9 апреля, если не ошибаюсь, когда было обнаружено, вот как-то сообщалось, ранее непредвиденные дефекты. И тогда строительные работы были приостановлены. А что за дефекты были найдены, которые непредвиденные? Ну, в принципе, это, я думаю, целый комплекс насчет вот этих, потому что, ну, как бы, если визуально смотреть, конечно, эти, как бы, конструкции выглядят плохо, потому что вся эта, как бы, защищающая этот бетонный слой, как бы, когда сняли, там, видимо, арматуры и так далее, там было какие-то сомнения насчет этих упор и так далее. Ну, нельзя конкретно, там, там, целый ряд каких-то вот конструкций, которые, как бы, выглядят плохо. Но, как уже сказал, как бы, вот такие фундаментальные, там, сдвиги какие-то, вот, свой или какие-то, там, как сказать, с ее елаетесь и так далее. Ну, какие-то фундаментальные, такие конструктивные, как бы, дефекты, которые, вот, действительно, сразу говорят о том, что там будут большие проблемы или там небезопасно, таких нет. Нет, есть такие, вот, как бы, вот, визуальные, а что там внутри, это, конечно, еще мы установим, потому что мы сейчас еще будем делать еще одну экспертизу независимую, чтобы еще раз проверить то, что там, как бы, визуально и конструктивно, и в лабораториях, ну, в принципе, состояние моста. И этот эксперт будет тоже проверять вот эти, ну, конструктивные решения нашего этого автора проекта. И тогда мы будем сказать, что человек, ну, как бы, нейтральный скажет, что, да, вот то, что вы там собираетесь делать, это все хорошо, и результат будет хороший. Если нет, тогда будем смотреть, что делать дальше. Если вот эти обнаруженные дефекты, по вашему, как по вашим словам, не являются значительными, ну, то есть они больше внешние, почему это стало причиной для приостановки работ, почему нельзя было, если они несущественные, в таком случае, параллельно все делать? Ну, я не сказал, что несущественные, но нет таких дефектов, которые, как бы, сразу вот говорили о том, что там, ну, действительно какие-то, ну, очень опасные, как бы, сдвиги какие-нибудь с конструкцией или что-то такое. Там есть какие-то, ну, вот, трещины и так далее. Ну, наш эксперт-то осмотрел эти все, как бы, дефекты и сказал, да, это плохо, но это не так плохо, чтобы там надо было бы закрывать... Но работа пока стоит все равно. Работа приостановил бюро по контролю строительства, так что... То есть это их... Это они приостановили. Это в их компетенции. Да, это их компетенции, они остановили работу. Но при этом приостановить эксплуатацию моста, это не в их компетенции. Да. Как это разделяется? Это интересный вот нюанс в законодательстве, то, что вот приостановить работу не может, но закрыть как бы движение эксплуатации может только Булвалды. Ага. А Вадим Баранник, ныне вице-мэр, ранее сказал, что проверка моста продлится до начала мая. Ну, то есть вот до конца этого месяца, сколько я понимаю. Вот в свете того, о чем сейчас сказалось Госбюро по контролю за строительством, эти сроки, они как-то изменятся? Может быть, быстрее это все будет происходить или, наоборот, тщательнее, соответственно, дольше? Да. Когда мы будем иметь такую же информацию более-менее конкретную? Ну, скажем так, на данный момент мы уже есть этот отчет от проектировщика, который вот сказал, что вот там есть такие-таки проблемы, можно эксплуатировать, и он предложит какие-то, ну, как бы конструктивные решения насчет, чтобы устранить все эти дефекты. Но параллельно мы делаем этот заказ насчет вот универсального эксперта, который вот будет еще раз осмотреть весь мост, сделать какие-то лабораторические проверки и так далее, и проверить как первоначальный проект, так и все изменения, и вот тогда мы будем знать точно, как будем поступать дальше, там, еще какие-то изменения делать или будем строить по, как бы, предложению у нашего автора проекта и так далее. А вот еще из информации, заявлений, которые как-то немножко, может быть, вызывают некоторое беспокойство, собственно, исполняющий обязанности главы ныне вашего департамента Эмил Якрин сказал, что технологически правильнее было бы Дегловский мост нести, построить заново. Можете пояснить, расшифровать, может быть, вот эту мысль? Ну, мысль, наверное, очень простая. Конечно, все мосты, которые построены в советское время, особенно в 50-х, 60-х, 70-х годах, они, конечно, не самые, как бы, ну, лучшие конструктивные решения. Ну, в принципе, это, ну, как старая машина. Ну, просто, конечно, машина, которая 70-го года... Это еще не опасная? Нет, это не опасная. Это просто значит то, что, ну, мы, наверное, если построили новый мост, тогда не было бы проблем, и эта эксплуатация была бы дольше без ремонта. Это значит то, что вот для этих мостов, конечно, мы будем возвращаться насчет вот этого полной какой-то реконструкции через 20-30 лет опять. Но это ведь не совсем скоро, 20-30 лет – это довольно большой срок. Или это считается часто? Нет, потому что новые мосты проектируются на 100 лет, и, ну, как бы, нормально. Если там эксплуатироваться нормально, так если такие, ну, небольшие обновления и работы вести, тогда можно там и 50, и больше лет. То есть Южный мост будет ремонтироваться через 90 лет? Ну, это я сказать не могу, конечно, но, ну, по принципу, да. Это значит то, что, ну, у него-то это долгосрочность, да, и, как бы, вот эксплуатирование довольно лучше и легче. Но на данный момент у нас проблемы со всеми мостами, то, что, ну, как бы, если сделать новый мост, там места нет, это значит, надо снести старый и построить новый. А что делать до этого, когда будет этот новый мост, где там переорганизовать все, как бы, и общественный транспорт и все так далее, это, конечно, большой вопрос. То есть выхода в этом смысле нет? Вот то, о чем сказал Якринс, это чисто, ну... Ну, это чисто, да, с точки зрения, ну, всегда новое – это новое, а старое – это старое. Ну, в таком случае, есть, может быть, там какие-то варианты строить новый мост и параллельно ликвидировать старый? Ну, просто я пытаюсь сейчас вот как-то видать какую-то жизнь, поставить слова Якринса на жизненные наши реалии. Ну, если, наверное, технически это возможно, но это, конечно, будет очень дорого, чтобы строить новые и старые, оставить, и все равно это будут какие-то очень большие ограничения дорожного движения. Так что на данный момент мы увидим, ну, как бы, вот это решение насчет того, что реконструироваться эти старые мосты, насколько хорошо это возможно, и просто, ну, как бы, жить в таком плане. А почему, ну, в силу того, что звучат такие мнения достаточно, то есть нет какой-то, не выглядит, что это какая-то стопроцентная гарантия безопасности, почему департамент все-таки не принял, ну, и стройправа не приняли решение временно прекратить эксплуатировать мост? Только из-за того, что это какой-то удар по движению в городе? Ну, ну, с одной стороны, да, нет, ну, это чисто такие причины. Если бы у нас не было бы этого отчета, да, на счет того, что там безопасно с ограничением 30 стон, конечно, мы бы закрыли его. Но на данный момент нам надо понимать, что просто потому, что что-то кажется, мы отключаем, в принципе, целый микрорайон. И из-за этого, ну, как бы, будет очень много осложнений для... Ну, не Херзамитанский мост. Ну, он уже сейчас не, как бы, не такой же пустой, а дальше там улица Чака и так далее, ну, там просто, ну, будет стоять все. И из-за этого, конечно, у нас, конечно, для нас было бы легче закрыть и все, ну, вопросов нет. Но, конечно, мы, как бы, холоднокровно на это смотрим, и если у нас есть возможность все-таки не закрывать этот мост, то мы, конечно, это воспользуемся. Ну, вот вы, как бы, акцентируете всегда, основываетесь на вот этом, как сказать, отчете тех экспертов, которые, вот, по вашей просьбе провели экспертизу. Если Государственное бюро предоставит более убедительные, или более конкретные тоже отчеты или цифры, допускаете ли вы же тогда, что придется все-таки? Да. Если будет другая экспертиза, сертифицированная эксперта и так далее, что там все-таки нельзя эксплуатировать, до того, когда мы поймем, кто ошибается, а кто нет, конечно, мы закроем этот мост. А вот в этом случае уже есть, ну, назовем это план «Б», то есть, каким образом это могло бы быть? Или пока это не рассматривается, и до тех пор, пока такого отчета не будет? Вы не думаете, как, например, уже организовывать движение, если придется вдруг Дегловский мост в один день взять и закрыть? Ну, там, в принципе, ничего многое. Просто надо закрываться улице, по-моему, Ницгаласи, и тогда и Валмерси, и все. Насчет общественного транспорта, это, конечно, очень большие проблемы, как это организовать, но всегда в этих, как бы, расчетах тоже есть, ну, там, может быть, можно легкий или только общественный транспорт, ну, это, там, может быть, сто вариантов, как, я думаю, что полностью закрывать, это было бы, ну, уже, как бы, самый, как бы, ну, плохой вариант, потому что, на данный момент, ну, действительно, этот мост не выглядит так плохо, что вообще надо закрывать. То есть, там, может быть, нюанс на то, что, вот, ну, снизить до 10 тонн, или только для общественного транспорта, или только легкого транспорта, и так далее. Так что, ну, вот. А сейчас те, кто свыше 30 тонн, это речь, я так понимаю, идет о грузовом транспорте? В основном, да. Большой был поток, известно ли вам, и как вот сейчас, из-за того, что его, и для него закрыли этот мост, переигралось что-то в том районе, в плане вот такого тяжеловесного транспорта? Ну, трудно сказать, да, ну, вчера было довольно много аварий, были большие, как бы, вот, заторы, но, конкретно, как бы, каких-то жалоб или каких-то, вот, апокалипсов мы еще не видим, да, на счет этого. Сейчас небольшой перерыв, новости рекламы, и мы вернемся, говорим с начальником управления дорожной инфраструктуры Департамента сообщения Рижской думы Эдмундом Валпетерсом, оставайтесь с нами. Продолжается разворот, гость программы, глава управления дорожной инфраструктуры Департамента сообщения Рижской думы Эдмунд Валпетерс, вы можете звонить в 672-12-93-9, 672-13-93-9, мы начали говорить про Дегловский мост и про другие мосты, сейчас тоже немного поговорим. В августе прошлого года ваш департамент предоставил этот пятилетний отчет, раз в пять лет анализируется состояние мостов столицы, и тогда, насколько я помню, плохим было названо состояние только одного моста, Брасовского. Прежде всего такой вопрос, если в Дегловском мосту обнаруживаются какие-то непредвиденные дефекты, то каков прогноз относительно Брасовского моста, что же обнаружится там, если он уже признается плохим? – Насчет Брасовского у нас тоже есть технический проект, у которого тоже есть экспертиза, насчет того, что эти решения соответствуют ситуации. Но, конечно, всегда при реконструкции мостов бывают всякие сюрпризы, это довольно часто, что многие дефекты можно только увидеть, только когда снимаем покрытие дорожное моста или какие-то другие работы начинаем. Так что там, конечно, тоже, возможно, какие-нибудь еще дополнительные дефекты будут, не только те, которые в проекте предусмотрены, но это, в принципе, такая нормальная ситуация при реконструкции, что бывают какие-то неожиданные моменты. Ну, это, конечно, будем решать, потому что там по-любому есть и технозор, и экспертиза все равно будет. Надо, допустим, если мы какие-то изменения будем делать, так что, я думаю, там надо начинать работать, тогда и уйдем. По поводу начала работы, когда вот конкретно Брасовский мост, ну и сразу, конечно, про Вантовый стоит спросить, потому что ремонт этих мостов анонсируется уже длительное время, с Вантовым там тоже своя история, вот обрушилась эта лестница, тогда сразу заговорили о необходимости ремонта, но взялись за Островной. Когда ждать начала ремонта Брасовского, который в плохом состоянии, и Вантового, который тоже беспокоит жителей своими обвалами? В принципе, насчет Брасовского у нас уже ведется довольно активная уже приготовка документации, думаю, там планы организации дорожного движения и так далее, все там разрешения и так далее. Я думаю, в течение, ну, где-то двух недель мы начнем там. В течение двух недель? Да, это зависит, как быстро там успеем, ну, или получится достать все разрешения и документы, но, в принципе, у нас там договор есть, все есть, только сейчас вот последние, как бы, вот документы надо там сделать и начнем. Насчет Вантового моста, то мы сейчас уже начали, можно сказать, с реконструкцией лестниц. Мы думаем, что, в принципе, в течение трех месяцев мы закончим эти работы. Параллельно у нас ведется уже конкурс по проектированию Вантового моста. Еще результата, по-моему, нет, но я думаю, тоже в ближайшее время будет результат. И в ночном проектировании всего Вантового моста реконструкции. Правильно я понимаю, вот СМИ сообщали об этом, по крайней мере, что в феврале об этом стало известно, что ремонт Вантового моста, который еще не начался, по сути, он уже успел подорожать аж в четыре раза, до 375 тысяч. Это было на счет ремонта лестниц, по-моему. Ага, это на счет ремонта лестниц. Это на счет ремонта лестниц, да. Но действительно подорожало? Да и нет. С одной стороны, подорожало, потому что отчет ведется с вообще этого случая, когда было ТЧП на счет этих лестниц. И тогда был провозитческий такой расчет, сколько стоит первый, второй, третий вариант. И из этого, конечно, была одна сумма. А когда начали проектирование, закончили проектирование, и были, ну, как бы, ясны все там решения, тогда еще сумма, наверное, два раза там выросла. А когда уже закончился публичный конкурс, ну, тогда была уже окончательная сумма. Так что, ну, из этого, как бы, ну, это нормальная ситуация, потому что сначала всегда ведутся какие-то провозитические расчеты. А в конце концов, бывает, ну, что, это сумма. Ага, но если все-таки конкретнее, вот, и, может быть, обобщая, если брать вот мосты, например, с чем чаще всего связано удорожание? Тем более прогноз, получается, из раза в раз прогноз, он более такой какой-то оптимистичный, что ли? То есть не учитывается? Ну, как один пример можно сказать насчет вот этих лестниц, которые гранитные. Сначала, может, сам проектировщик считал, что, ну, они, как бы, такие плохие, их можно просто снять, там, сделать все, там, поверхность и, как бы, поставить назад. Но, с другой стороны, там очень много этих лестниц было бы, ну, сломаны. Это значит, что если бы мы поставили, то было бы не один метр, как бы, вот эта лестница, а там было бы по 30 сантиметров такие куски. И мы решили, что мы вот эти сломанные участки и лестницы будем просто менять на новые. И это, конечно, тоже подорожает. Ну, вот такие примеры, вот из-за таких случаев эта сумма растет. Причем в разы? Ну, много раз, да, потому что там еще и эти коммуникации, там надо какие-то, когда спрашиваешь у них, как бы, технические условия, тогда они хотят, там, еще какие-то резервные, как бы, вот эти трубы и так далее, и так далее. Так что, ну, всегда так есть, что нельзя прогнозировать с самого начала, сколько будет стоить, как в конце. Министерство сообщения комментировало, разные министерства активно комментируют финансы, вот, вашего департамента и Рижская дума в целом, в последнее время, конечно. Но вот конкретно министр сообщения сказал, что Рижская дума, вам это хорошо известно, не потратила выделенные 19 миллионов евро на содержание дорог. Вы объяснили, вы сказали, что эта сумма действительно осталась, но была зарезервирована для ремонтов этого года. Для ремонтов каких объектов, напомните? Улицы Краста и Брасос, Путепровода. Для этих двух больших объектов мы оставили эти деньги. В таком случае, у многих появился вопрос, также департамент объявил о том, что будет оформлен заем из госказны, 14 миллионов. В таком случае, почему берется заем, если есть, были зарезервированы деньги с прошлого года? И объекты, вроде как, одни и те же. Ну, там сначала надо смотреть, там вообще-то было не 19 миллионов, потому что, по-моему, более чем 5 миллионов – это уже была сумма, которая была зарезервирована для объектов, у которых уже есть договор. Остается какие-то там 13-14 миллионов, и это значит, ну, у нас только Брасовский мост примерно 12 миллионов. У Краста стояло 8 миллионов, так что математика такая, если остается эти 13-14 миллионов, все равно не хватает. Поэтому надо и заем, и также, чтобы можно было и другие объекты начать то же самое насчет Бруния Киела, Чак Киела и другие большие объекты. Так что, ну… Но эти, получается, вот та сумма, озвученная Лынькайцем, которая якобы не использована, и заем – это идет на конкретные объекты Краста и Брасовский мост? В принципе, да. Еще среди критики, которая прозвучала по поводу ремонта и содержания, то есть некоторые эксперты заявили о том, что если ремонт, нет возможности или не хватает финансирования, о чем ваш департамент тоже говорил, чтобы отремонтировать все, должно происходить какое-то, по крайней мере, предварительное оповещение людей о состоянии этих улиц, и принимать соответствующие меры. Снижение скорости, в крайнем случае перекрытие каких-то проезжих частей. И якобы вот это или не делается, или делается как-то вот несвоевременно. Как вы можете прокомментировать такие мнения? Насчет состояния, в общем, безопасность мостов мы ведем… Это не только мостов, это вообще проезжие части. Вообще улица? Да, проезжие части. Ну, насчет проезжей части, конечно, мы можем ввести ограничения, что мы сделали в некоторых участках, но это всегда у нас большой выбор насчет общественного транспорта. Потому что если мы ведем ограничения, то это значит, что общественный транспорт действительно будет ехать на 30 км в час, потому что у них там есть и GPS, и все так далее, они могут превышать скорость. И это значит, что там выпадают многие рейсы общественного транспорта, потому что эти проблематические ситуации там бывают в каком-то участке небольшом и так далее. Так что мы хотим… Но ведь, простите, у нас происходит ремонт улиц, уже оформленные ремонты и бриева сделаны, в Алдомаре везде были ограничения скорости. Разве был с транспортом какой-то коллапс? Он, кажется, не сильно опоздал. То есть, какого-то резонанса сильного не наблюдалось. Все как-то пережили эти ремонты, хотя это вот центральная улица города. Сейчас чак это происходит. В связи с тем, что, я бы сказал, на первые две недели всегда есть коллапс. Пока все автоводители находят какие-то другие маршруты и так далее. Да, потом ситуация стабилизируется, и для общественного транспорта, и для всех других ситуация нормализируется. Но если мы будем вести это, ну, как бы, сегодня есть, завтра нет, на месяц, на два, ну, будем менять ситуацию, то в первую очередь из этого будет страдать общественный транспорт. Будем откровенны, что, ну, житель Риги особенно на знаки не смотрит. Я думаю, многие заметят, что там ограничение 30 км. А почему это? Это из-за того, что, ну, вообще, в среде, как бы, города очень много знаков. Слишком много? Ну, можно сказать, слишком много. Они, ну, как бы, мы стараемся их поставлять чем можно меньше, чтобы не было там лишних. Но, по сути, есть вот такие, как бы, мнения экспертов, что их слишком много. А с чем это связано? Почему у нас слишком много знаков? Ну, потому что надо, ну, например, вот улица Чака, да. Вот если там не поставить знак, что там нельзя стоять, там появятся вот умники, которые будут там стоять. Поэтому мы должны там делаться один, другой, повторять их у каждого перекрестка и так далее. Ну, это в таком плане. Вы имеете в виду вообще знаки или на каждом перекрестке? Я думаю, вообще знаки. А если, ну, просто, как в других городах так происходит, если человек понимает без знака, что не застоять? Нет, это не только насчет Риги, но вообще с города. И есть такая практика, что вот те, которые, ну, ежедневно ездят по городу, они уже ездят по привычке. И очень часто бывает так, что они просто не замечают, что там какие-то изменения и так далее. Поэтому мы ставим вот эти желтые знаки, что вот там есть изменения по организации дорожного движения. И, ну, в таком плане тоже вот эти какие-то вот на неделю, там, на какие-то дни ставить какие-то знаки. Ну, можно, это будет, не знаю, черточка, но там эффект, я думаю, не будет никакой большой. Вот это вот драма с ямами начала года, которая, ну, казалось бы, такая небывалая. Даже страховщики, вот я обнаружил их какие-то комментарии, они сказали, что за первый квартал была выплачена компенсация как за год. Ну, в связи вот с ямами. Сейчас уже прошло какое-то время, все немножко стабилизировалось, ну, то есть, как минимум снег растаял. Ваш департамент проанализировал, что вообще случилось, что произошло? Зима не была какой-то особенно отличающейся от других зим? Что случилось с дорогами? Зима, ну, и да, и нет. Зима, конечно, была немного, ну, как бы… Другой. Другой, с такой строчкой зрения, что вот это была скачка амплитуды до плюс-до-до-минусы. И просто мы не смогли вот поймать вот этого момента, когда можно там залатать все ямы до новой волны, как бы можно так сказать. В предыдущей зиме было там какие-то недели-два там большие морозы, потом вот теперь, да, были проблемы, мы сделали эти ямы, и потом, ну, какие-то циклы были в длинном, как бы, вот сроке. А на данный момент было просто, ну, можно сказать, месяц, что каждый день этот процесс продолжался. И поэтому мы, как бы, не успевали там так быстро все ямы залатать, чтобы было нормально. Ну, конечно, по большому состоянию улиц, конечно, не только стареет, и, как бы, вот, ну, очень большие деньги нужны, чтобы вот сделать ремонт во всех улицах, где там необходимо, чтобы, можно сказать было, что, ну, там проблем не будет, и все в порядке. Так что мы, конечно, будем стараться, как бы, больше, больше, как бы, делать летом эти большие, как бы, вот, какие-то объекты, чтобы ремонтировать. Но это, конечно, будет не так, так, в таком объеме, как мы бы хотели. По поводу денег, в феврале вы сообщали, что с начала года, получается, за два месяца потратили на ямы, ну, на вот ремонт ям 400 тысяч. Насколько я понимаю, в год в среднем, тоже можете меня поправить, уходит примерно 2 миллиона. Есть примерно, сколько вот уже потрачено, и в этом, в связи с тем, что вот произошло в начале года, насколько этот бюджет растянется, придется растянуть? Ну, бюджет у нас такой, какой он есть. Из-за этого, что там больше ям, это значит, что нам надо что-то другое меньше делать, потому что из-за этого у нас что-то, что надо латать яму, больше денег не становится. На данный момент, ну... А что пострадает тогда? Пострадает, но у этого еще будет вопрос, просто мы, вот сейчас вот как раз меняется вот этот сезон, обычно он заканчивается где-то в мае, когда вот действительно у нас, в принципе, вообще жалоб больше нет на шот-ям, и тогда вот мы будем видеть, сколько это у нас стоило, и сколько, ну, как бы, и что надо будет, и что мы будем делать меньше или по какому-то другому объему. Мнение по поводу вот проблемы и причин с ямами тоже наверняка вам известно, это мнение профессора Ритуата Сазаринча, вы с ним заочно дискутировали, по поводу того, что причина ям это далеко не погода, а вот отвод воды, и это вот проложение постоянной коммуникации, работа с коммуникациями, то есть вот ремонт дороги, проложение новых дорог, и потом постоянное вмешательство в этот процесс. Вот как вы можете это прокомментировать, предусмотрено ли какое-то изменение в работе с коммуникациями? Вот, например, сейчас будет Краста или Чака ремонтироваться, это действительно ведь влияет, получается, на качество дороги? Ну, конечно, и для дорожной конструкции, и для всех других конструкций, ну, самый большой враг – это вода, ну, когда она, если там есть вода, в какие-то щели там попадает и так далее, потому что зимой становится льдом, и все, как бы, рушится. Насчет отвода, можно сказать, что это, ну, как бы, на улице Краска, например, это не такая проблема, если будет обновление, у нас там есть все, ливневая коронализация, там проблем не будет, все будет новое и так далее. Здесь больше проблем, наверное, с тем, что если, ну, старые улицы, там есть всякие ямы, там, рысь и так далее, просто вода там стоит. Если она там стоит, значит, она там проходит через всю конструкцию и просто портит ее. И, ну, что там делать, даже если там есть ливневка, все равно там вот эти лужи стоят и портит это, как бы, покрытие. И, в принципе, единственное лекарство – это просто, ну, обновление дорожного покрытия, как минимум. Улица Баррена. Улица Баррена сдана в эксплуатацию в прошлом году, насколько я помню. Да. Прежде всего, такой конкретный вопрос, как ваш департамент оценивает воплощение вот этой вот какого-то гибрида велодорожки и проезжей части. То есть, это даже не велодорожка, это, получается, такое вот покрытие благоприятное для велосипедистов. Все это преподносилось, как такой символ дружбы между автомобилистами и велосипедистами. Вот прошло, ну, сколько, полтора сезона, можно сказать. Насколько это успешно все работает? Ну, это, конечно, наше мнение субъективное, но я считаю, что, ну, наша цель достигнута, потому что там есть и велосипедисты, очень много, и все остальные тоже как-то ездят, и трамвай, и автомобилисты. Так что, я думаю, это, как бы, этот проект, ну, с такого точки зрения был хороший. И, я думаю, мы будем работать над тем, чтобы, вот, как бы, еще ограничить эти авто, авто, транзит, да. И, я думаю, эти велосипедисты будут еще и больше, и больше. Так что, да. Насколько я понимаю, Реческая дума и департамент, ваш конкретно, активно сотрудничает с датскими экспертами. Ну, в первую очередь, речь идет о Яне Геле. И еще один есть эксперт по велосообщению, Микаэль Колвилл-Андерсон, который, насколько я понимаю, вот ты хотел об этом спросить, они такое решение все-таки критически оценили по поводу совмещения велосипедистов, автомобилистов, и предложили эту улицу сделать вообще пешеходной. И предстоит, насколько я понимаю, этот эксперимент с перекрытием вот улицы Баррена для автомобилистов. Когда он будет воплощен, и каков вообще план, прогноз по этому проекту? Ну, да, мы тоже с ними говорили насчет улицы Баронса. И, по сути, они сказали, что идея хорошая, как такова. С такой вот велодорожкой. Ну, это как бы совмещение исторического покрытия, истории и велоинфраструктуры. Но что они действительно сказали, да, что там надо, в принципе, снять всю автопоток. Автопоток, да, или вообще. Просто закрыть эту улицу для автомобиля. Ну, там можно дискутировать на что-то полностью. Конечно, идеальный вариант полностью, но там надо понимать, что все-таки там живут люди, там есть магазины, там все равно как-то не будет, надо будет доехать до них. Так что, ну, для полного закрытия улиц, это действительно очень сложный вопрос. Но если перекрыть вот то, что можно ехать там два квартала, или один квартал, или так далее, это, думаю, да, это тот, как бы, вот способ, который, как бы, они рекомендовали как минимум. А когда вот в качестве эксперимента будет перекрыть эта улица? И на какой период? Ну, эксперимент мы думаем, начнем с окончанием школьного сезона, можно так сказать. Летом. Летом, это, думаю, июня и так далее. Так что, и будет, наверное, первый перекресток от этого Матейса, там, где вот будет перекрыт этот транзитный. Да, будет перекрыт только часть. Сейчас часть, а потом уже будем смотреть, может быть, постепенно, и будем другие перекрестки закрывать, потому что, с одной стороны, как бы... А, простите, от Матейса до Стабу получится этот квартал? Ну, в принципе, от Бруниния до следовавшей, что там, Лейлгобал, получается, там будет ограничение, там, прямиком нельзя будет приехать ни с одной, ни с другой стороны. Что касается велодорожек, где они, вот, например, в этом сезоне, как предполагается, появятся? И вопрос, который звучит нередко, почему в результате ремонта Брибас не появились, вроде как, обещанные велодорожки? Угу. Насчет Брибаса уже мы очень долго дискутировали. Единственный вопрос, как бы, повод, почему они там нет, это безопасность тех же велосипедистов, потому что там, чтобы сделать по стандартам, и это мы консультируемся с этими иностранными специалистами, не скажем, если там нет, как бы, отдельной велодорожки, то это, ну, как бы, небезопасно. И проблема в этом, чтобы отделить, это наш общественный транспорт, у которых есть остановки, что делать там. Есть всякие, там, как бы, варианты, но такого легкого решения нет. В районе Тейки это было решено. В районе Тейки. Ну, где есть велодорожка, есть уже Брибас в районе Тейки, имею в виду. Ну, там пространство другое, там было место, где поставить, потому что тут тротуары не такие там большие, чтобы поставить, так что там только на проезжей части, на проезжей части у нас есть общественный транспорт. Вот, и вот, что делать с этими остановками, как они бы, если бы, ну, например, вот, который был у нас, этот эскиз в 2014 году, вот, насчет которого очень много дискуссий, что у вас все от возвращения есть у вас, и вот почему вы-то не реализуете их. Мы показывали их иностранным экспертам, и сразу сказали, это так делать нельзя, потому что это просто, ну, небезопасно, потому что там получается так, что едет велосипедист, и в одновременно автобус едет на остановку. Ну, это, как бы... Но, при этом, теперь получилось так, что у велосипедистов два варианта, либо тротуар, либо, получается, первая полоса после общественного транспорта, середина дороги. С одной стороны, да, но с другой стороны, надо понимать, что, ну, есть разные, есть пешеходный тротуар, есть велодорожки, есть местные улицы, и есть транзитные большие улицы. Ну, улица Брибес, это, ну, наша, как бы, главная артерия из Витзема. А в этом сезоне появятся где-то еще, будут построены велодорожки? В велодорожке у нас будет на улице Красно, это из островного моста до улицы Уогрес, и также маленький участок, соединяющий будет из Денведа-Тилта до существующего этого центра с Дарзиней, променады, да. На Чака не предполагается? На Чака нет, не предполагается, просто там то же самое, там нет места для этого. Спасибо большое, нам пора заканчивать. Предначальник управления дорожной инфраструктуры Департамента сообщения Рижской думы Эдмунд Валпетерс был у нас сегодня в эфире в Развороте. Я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо и до свидания. До свидания.